Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Парень покупает продукты домой на пару тысяч в месяц, любит не выйти на работу и выпить, заслужил ведь и устал. Я стараюсь взять больше смен и вкладываю сразу в 10 больше, когда я отказываюсь купить ему сигареты, он критит, что я жарная и меркантильная, у меня еще кредиты, зарабатываю около 30 тысяч, на коммуналку приходится платить и напоминать много раз. И тогда с 1000 из 5-6 начинает кричать, что все свои деньги тратят на меня, а я все высасываю. Про святые подарки вообще научу, раз в год и то хорошо, как начинаю разговор, он только говорит, что я меркантильная, в такие моменты может и толкнуть, и впнуть. Я стараюсь просто научать, потом резко меняется, и весь такой прекрасный, все по кругу, может оскорбить меня и мою семью, спокойно забрать последнее и говорить мне, жадничай, я всегда тебе все отдаю. Но его все это раз в две недели, 200 рублей. Но считать, что я ничего не даю, а лишь он всех задерживает, причем на полном серьезе, и мамы свои на меня как бы жалуются. Хочу поговорить, чтобы на него дошло, но он не слышит, и я разрываюсь, скучать это, или в очередной раз, после недель ссор, поверить и смотреть на то же самое. Он только и делает, что говорит, я справился, я молодец, работаю, ты плохая, я не пью, не кричу, дома все делаю и всегда работаю. Не страшно, не толстая ночь, но от него частенько слышу, какая я ужасная и много-много мата. В этих отношениях я чувствую себя настолько сильной, одинокой и ненужной, словно бы недостойной счастья и хорошего к себе отношения. Плюс еще совсем недавно умерла дедушка с бабочкой, которая воспитала меня и с которыми я жила до 18 лет. Как себя вытащить из этой ямы, когда мне словно бы внушили, что большего я не заслуживала? Ситуация непростая. Ситуация непростая. Самое здесь неприятное заключается в том, что вы терпели такое отношение к себе в течение, ну, какого-то времени определенного. определенного. То есть, вы говорите, что ну, что вам внушили, что вы не заслуживаете ничего хорошего, да? что вы не заслуживаете счастья, например, и так далее. Ну, понимаете, какая штука? Штука в том, что, говоря о внушении, Мы ведь говорим о каком-то событии, которое произошло. То есть мы говорим о событии, которые имеют начало, точку входа и конец, точку выхода. Здесь вы с самого начала позволяли молодому человеку так с собой обращаться. То есть точка входа значительно раньше по времени находится, нежели чем вы, скажем так, привыкли предполагать или привыкли думать, не то чтобы это имело большое значение в вашей ситуации. Но мне все же хочется этот момент уточнить, что дело здесь не в отношениях, которые вы строите со своим молодым человеком, а дело здесь в том, что вы уже в эти отношения вступили, находясь в определенном состоянии. И это состояние в дальнейшем, именно вот в дальнейшем это состояние оказывает на вас, к сожалению, такое влияние. Связано ли это с воспитанием дедушки и бабушки, сказать однозначно нельзя. Связано ли это с вашим, ну, в какой-то степени патологическим страхом остался одной? Да. И когда вы говорите, например, что вы хотите поверить человеку? Ну, снова, да, вот, снова хотите ему поверить. У меня к вам, естественно, вот возникает вопрос. А откуда, по-вашему, берется это желание, что ли, ему верить, как появляется эта потребность, как она образовывается, и из чего она состоит? Я… дело в том, что не думаю, что вы настолько, например, наивно, что правда думаете, что молодой человек ваш возьмет и изменится. Я не думаю, что вы настолько, настолько наивны. Поэтому хотелось бы вот этот момент по возможности, конечно, рассмотреть более подробно. хотелось бы изучить то, как вы приходите к тому, что хотите человеку поверить. мне кажется, что желание поверить ему в данном случае исходит из того, что вы бежите от реальности, в которой оказались некой пугающей реальности, какие-то элементы в этой реальности вас пугают и вы стремительно от этого бежите. и убегаете вы как раз таки в веру другому человеку, слепую веру. что мне еще хотелось бы узнать? мне хотелось бы узнать еще, как вы относитесь сами к себе. то есть мне хотелось бы узнать в этом смысле, что вы думаете о себе? какое у вас представление о себе? какое у вас мнение о себе? и откуда это мнение у вас появляется? ну то есть буквально откуда или какова природа вашего о себе мнения? да? вот то, что вы написали про себя, про молодого человека. вот откуда вы формируете мнение о себе? дальше. вы говорите о том, по сути, что вам внушили, вам внушили, как вы говорите, что вы недостойны счастья и хорошего отношения к себе. как думаете, почему или каким образом это стало возможным? иными словами, как у другого человека получилось так сделать? как у него получилось вам это внушить? вот что меня интересует. а еще меня интересует то, как вы... точнее, не как вы, что вы... что? то, что вы сделали для того, чтобы это стало возможным. внушение вам чего-либо. что касается... черная яма. что касается черная яма. о которой вы говорите. то здесь довольно интересный, как мне кажется, момент. чтобы вам из нее выйти. вот как вы говорите, да? из черной ямы. вам необходимо, наверное, вспомнить о себе. и начать развивать собственную чувствительность. именно что чувствительность. сейчас вы к себе абсолютно не чувствительны, вот. от слова... совсем. от слова вообще. вот. и это то, что может реально сделать психолог для вас. и это то, что позволит вам или гармонизировать отношения, или из них будет решать вам. на этом все. я надеюсь, что помог вам. желаю вам всего самого доброго. и удачи. и удачи. и удачи.